Всем очень доброе и быстрое утро! Сегодня пятница, и я уже сижу с мокрой головой, потому что меня позвали на очень крутое мероприятие. Но оно такое закрытое, бранч, оно связано с будущим моим обучением, и снимать там нифига, скорее всего, нельзя будет. Или мне будет жутко неудобно, некомфортно, там будет именно знакомство, болтология. И я очень переживаю, теряю речь. Вот я пытаюсь в юбке, видите, тут принарядиться. Будем сейчас собираться вместе с вами, как даже здесь камеру-то найти. В общем, я, честно, нервничаю, да. И вычурно как-то не хочется быть, но хочется красивой. Поэтому мы сейчас с вами соберем какой-нибудь классный образ, конечно, с оверсайз-пиджачком. Конечно же, это прям моя тема. Поэтому мы сейчас собираемся. О, эти волосы любимые. И я переживаю. Итак, погнали. Что мне в арсенале сейчас нужно? Тон, это Giorgio Armani. Это для бровей тени. Гель для бровей от Pussy. Я его показывала уже. Обалденная лечащая помадка для губ. Так, с косвенной кисточки. Кисточки вот этого бренда. Если вам будет интересно, то за спринт-скринти. Они такие считаются модные. Я просила мне их подарить как-то подругу на день рождения. Тени палетка Nars. Хайлайтеры от NYX, кажется. Я их не часто пользую, поэтому вот такие, какие есть. И фломастер Physician Formulas iHerb. Все. И сейчас просто принцесса-королева для вас выйдет. Ну и что же вы мне не напомнили про одну важную штучку? У меня тушь есть. Я купила себе новинку какую-то. Здравствуй, фокус. От MAC. Силиконовая кисточка. Я обожаю только силиконовые кисточки. Не знаю почему. Хотя... А хотя... Не хотя. У меня есть еще. Обожаю вот эту самую простецкую Max Factor фиолетовую тушь. Она мне очень нравится. Это в 10 раз дороже, но никакого восторга я от нее не испытала. Эх, вот. Такая, типа, хитрая, умная кисточка. Ничего особенного, честно. Но мы красимся. Училась, как рисовать эти стрелочки нереальные. И научилась. Ну все, я собралась. Сейчас я постараюсь вам показать. О, как это выглядит. У меня такая кожаная юбка. Новая. Лоферы. И пиджак. Мне кажется, на бизнес-встречу это будет супер. И в конце вам еще на посмеяться. Я купила пальто, но я его не распорола. Господи. Очень смешно. Вот я теперь уже стою прям при выходе и пытаюсь это все делать красиво. Обожаю гулять в Москве и наблюдать, как бабулечки и дедулечки собираются на пешие экскурсии. Они все как на подбор. Сейчас я иду просто, они передо мной. Все как на подбор. У них либо сумочка, либо рюкзачки миленькие на спинках. И вот они идут, такие с рюкзачками, впереди них идет экскурсовод с микрофоном. И они такие, вот так вот все рассматривают. Это именно мило. Вот первая группка стоит. Они там все прям, видите, с рюкзачками. И впереди меня, ой, все такие вот люлюшенькие. Я так давно много не общалась. Я просто как лимон выжито. Цель встречи была познакомиться, обменяться контактами, со всеми просто поговорить, увидеться. Я никого не знала, ни одного человека, ни одного. И поэтому мне приходилось подходить и говорить, здрасте, я Настя. Я Настя. И вам здрасте, и всем здрасте. Набрала кучу контактов. Интересно. На самом деле, очень интересно погружать себя в непривычную тебе среду. Вы представьте, я пришла в место, где в районе 40 человек, неизвестных, с которыми тебе нужно пообщаться на будущее. А мы-то уже не девочки, не ребеночки. Как бы нам это надо. На самом деле надо. Это очень здоровский экспириенс. Я с собой сегодня довольна, именно потому что, не зная никого, я настроила коммуникацию, смогла из себя что-то представить, кому-то рассказать. Меня просили мои контакты. Я нигде не говорила, что я блогер. Заинтересовать, пообщаться, чтобы потом пожимать плоды, пожинать. Но что больше всего мне из этого нравится, что я должна быстро переодеться, накрашенная вот такая, избегать на тренировку. Я на самом деле провела там больше, чем хотела, поэтому я сейчас вот одеваюсь, вылетаю и потом бегу встречать Роберта с футбола. Вот, поэтому я даже вот крашенная пойду, что для меня очень-очень странно, на тренировку крашенная. Ну все, раздеваемся. Но я все равно иду, даже на этот час. Все равно надо заставлять себя. Не заставлять, я, конечно, не заставляю, просто это ставишь в план своей жизни, в план своей работы. Ну просто это входит в мои обязанности сегодня. Поэтому даже час, на тренировку. Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok. Я ничего не успеваю сделать. Мне бы хорошо еще пару упражнений каких-нибудь делала, как бы выпады, приседы. Сейчас такой сезон начался, когда силовые возвращаются. А я ничего не успеваю, мне уже выходить надо. Я пробежала 8 километров, даже 7500. И пойду, уже пойду. До свидания. Ты знаешь, кто? Футболист! Ну а теперь слишком быстрый салат, перед тем, как начнем готовить с вами ужин. А на ужин будет паста баланьеза. Дети любят. И очень быстро готовятся, очень сытно. В общем, покажу, как мы это делаем. Все очень просто. Паста будет на ваших глазах создаваться. Субтитры сделал DimaTorzok. Я поняла людей, какие там работают. Секунду. Я солью макарошки. Макарошки солью. Да капец. Напротив этого лайфхак. Я фарш слишком мелкий, не дроблю здесь, потому что потом все содержимое, я сейчас вам покажу, я добавляю в блендер. Ну то есть все тут, сливки, томатная паста, соль, перец, все добавили по вкусу и помешали немножечко. Это именно помогает все, ну какую-то консистенцию вдруг выдать. И, естественно, можно в кашу превратить сильно в блендер, а можно пару бжиков сделать. И вот как-то мне это зашло и понравилось. Так что готовимся дальше. Когда все начинают эту волну ловить, и одно и то же тягачат, потому что это заходит. Не знаю, мне кажется, что на это еще возраст смеяет. Но хотя есть такие, которые их не в 40 лет. Я очень рада, что ты сходила. Ты мне скажи, я могу девчонкам твоим рассказать, как тебе? В таком формате, типа, ребят, давайте сами, я вам и так... Вот тебе контакты, Настя. Хочешь контакта? Вот она. А, чтобы ты понимала, что это очень... Ура! Это победа. Ну и вот, что у нас получилось. Слушайте, я не стала вам показывать уж грязную до конца посуду. Обожаю. Попробуйте в таком рецепте сделать. Естественно, зачем еще используем блендер, чтобы дети не видели ни морковку, хотя вот кусочек видно, ни лука. Вот, это супер. Мы заходят. Кер, приятного аппетита, садись. Приехал футболист, не бойся, голодный, да? А макарошки самые любимые вот эти. Приятного аппетита! Роб, тебе сказали огромное спасибо за концерт, который ты вчера устроил. Всем очень понравилось. Какой? Ты вчера на флейте играл, все сказали, что ты супер играл. Тебе прям обнимашки. От кого? От подписчиков моих. Приятного аппетита, малыш. Утром следующего дня, я надеюсь, вы меня простите, я вчера так поздно ночью закончила. Смотрите. Значит, здесь стена. И вот эта белая. Осталась одна. Я решила панно не сюда вешать, а сюда. И ее надо сделать на два тона темнее. Поэтому я вчера вот здесь поковырялась, поковырялась, доделала до конца эти стены. Вот, тюль так сразу заиграла по-другому, приятно смотрится. Вот мне очень нравится на самом деле. Не заказала еще темную краску. Вот закажу, доделаю. И комната уже будет потрясающе смотреться. Здесь все, короче, доделаем. Комод уже надо красиво менять. Краска стоит. Краска. Краска. Продолжение следует...